Для Сиповичского района сегодня, пожалуй, самый знаковый день в году. 28 июня 44-го небо над регионом стало мирным. В ходе операции «Бакратион» советские войска избавили населенный пункт от коричневой чумы. Но все же урон, нанесенный войной, не стерли даже десятилетия. Из полусотни сожженных деревень района по сей день не восстановлены 15. В 75-ю годовщину освобождения на месте одной из них на нынешнем военном полигоне открыли памятный знак, как символ того, что мирные жители бывшего уголка под названием «Репище» не забыты. Сиповичский край – это, наверное, одно из тех самых таких центральных мест, которое действительно война оставила огромный след здесь. Много деревень сожженных. Мы находим следы войны, даже проводя различные раскопки, мероприятия. Коснулась каждого. Война коснулась каждого человека в этом районе. В годы Великой Отечественной в Осиповичском районе действовали партизанские соединения из Минской и Могилевской областей. Под командованием Героя Советского Союза Королева в июле 43-го здесь была сформирована военно-оперативная группа, а это полторы тысячи партизан. Сегодня за преданность родине в адрес защитников звучали песни победы и мирные залпы. Погибших почтили минуты молчания и возложили к мемориалу цветы. Митинги в честь Дня освобождения в Осиповичах прошли сразу в нескольких местах, в том числе и возле мемориального комплекса на территории сожженной деревни Брицаловичи. Почтить память погибших собрались представители райисполкома, духовенства, ветераны, школьники и военнослужащие. 75 лет тому назад на нашу землю пришло мир и спокойствие. И мы сегодня имеем уникальную возможность сказать слова благодарности тем живым свидетелям этой страшной войны. Ну и вспомнить тех, кто, к сожалению, погиб на фронтах или не дожил до вот этого славного юбилея, до 75-летия. Сегодня в Осиповичском районе 22 ветерана Великой Отечественной, а еще более 100 узников. По поручению президента до Дня независимости каждому свидетелю войны региона вручат юбилейную медаль в честь освобождения Беларуси. Во всей же Могилевской области до 3 июля наградят около 600 ветеранов и более 2000 узников.